И через всю историю России проходит постоянная история, культура русских богатырей, русских воинов, казаков, которые защищают наши границы, которые спасают от злодеев. И на сегодняшний день мы смотрим на наших воинов. И вот какая отличительная черта русского воина и, допустим, европейца или американца, в первую очередь, что очень многие, даже сегодняшний день в военных действиях, они опираются на молитву, на православие, на святость. Есть много очень историй, что, допустим, мать дает Библию своему сыну, он ее хранит в нагрудном карманчике, и в него попадает пару пулей, попадает именно точно в эту Библию и спасает. И много очень историй про то, как молитва и вот это духовное состояние спасает воинов. Ну и можно также рассмотреть, что значит кумир, защитник, супермен, может, в какой-то степени образ Америки, когда супермен, он защищает ребенка или женщину, при этом полгорода сносится, все рушится, и он защищает, и после этого он становится и богатым, и успешным. При этом русский герой-воин, он спасает огромное количество людей, он не рушит здания, и при этом он проходит абсолютно, проходит битву, проходит войну, он уходит. Он при этом не становится богатым, он просто выполняет свой долг, и вот это как раз, может быть, качество, оно дает определенную святость, потому что такой воин, он абсолютно отличается от супермена американского происхождения. И такой воин, он остается таким же скромным, он не получает богатства, он, в принципе, об этом и не думает, и он также продолжает обычную нормальную жизнь, вернувшись с войны, вернувшись с битвы, он остается простым. И при этом большинство людей, окружающих в его городе, они знают о его подвигах. В Америке же этот образ супермена-героя, он пишется, показывается, и о нем говорится много людям, ему после этого определенное благо даются, деньги. Вот это отличие двух воинов. Поэтому русский воин, вот это понятие святости, оно, может быть, на сегодняшний день, оно не так актуально, особенно вот в эпоху послеперестроечную. Но это все равно присутствует, что огромное количество воинов, они имеют глубокую духовную культуру, они молятся, они внутренне созерцают, они внутренне меняются. И вот этот образ святости русского воина-защитника, он всегда присутствует. Вот это главная отличительная черта от воинов других наций.